Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной игровой видеоролик и сегодня я для вас подготовил довольно таки интересное вооружение, это васпа смока, это смока, не с каким-то там устройством на заморозку, на поджог, знаете, как постоянно мы берем там, типа для, ну, улучшения, наверное, каких-то свойств, характеристик данной пушки, а устройство на меньшее количество выстрелов, можно так сказать, объективно, на больший урон. Это супер кумулятивные снаряды, одно из тех устройств, которые я довольно таки часто использовал, играя на смоке, но в последнее время, наверное, таки данную пушку я вообще не использую и я решил, почему бы и нет, почему бы не скатать на васпа смоке с таким вот интересным устройством, посмотреть, как поведет себя данное вооружение в матчмейкинге, я думаю, что в режиме главное захват флага, ну и, конечно же, если вам это все дело нравится, то не забывайте прожимать лайк, как только на данном видеоролике набирается 100 лайков, выходит сразу же следующая серия игровых видеороликов. Поэтому долго давайте затягивать не будем, отправляемся уже в первый бой, отправляемся в захват флага, возможно, таки сегодня еще пикну какой-нибудь штурм, было бы неплохо, если бы там была бы каточка за атаку, дабы можно было бы раскрыть лучшие свойства легкого танка, ну и посмотреть вообще, как это будет все дело выглядеть с таким вот интересным устройством, с такой интересной пушечкой, я думаю, что должно быть довольно-таки интересно в какой-то степени, резво, давайте отправляться уже в бой, закидывать на Александровс один резист от смоки, это, наверное, та пушка, от которой сейчас резисты довольно-таки мало берут противники, за счет этого, безусловно, может быть более удобно играть, данная смока с трех выстрелов уничтожает викинга, если он находится без резиста и без брони, поэтому это тоже довольно-таки неплохой показатель, и так просто по респу вообще флажочек можно здесь увозить, и при всем этом раскладе было бы неплохо, сейчас бы еще бы здесь, ух, а как это я так улетел, боже, неприятненькая ситуация, если честно получилось, так мне магнум в спину стукнул, и я как-то полетел так вперед от отдачи такой вот, блин, что-то как-то неприятненько, если честно, в какой-то степени не ожидал я такого поворота событий, но ладно, ничего страшного, давайте накидывать здесь урон, что-то у меня немножко подлагнуло, надеюсь, влагивать не будет, но, по идее, в какой-то степени это должна была быть уже первая доставка флага, давайте попробую объехать с другой зоны, что как-то меня тут твинс встречает на васпике против такого вооружения особо неприятненько, если честно, играть, ставлю, надеюсь, овердрайв под какого-нибудь тиммейта, надеюсь, никто не заберет там его из противников, потому что мне там объективно не надо, ну давайте попробуем улететь, инку я поставил, бомбу вернее, дабы уехать здесь с флажком, хп у меня очень мало, если честно, и я надеюсь, что меня сейчас изида вылечит, да, было бы неплохо, хорошо, отлично, здесь подстрахую себя корпусом, ну и первая доставка довольно-таки простая, получается уже у нас, давайте выдвигаться по правому флангу, играем исключительно на увозы, исключительно на дополнительные доставки флагов, можно, конечно, сейчас немножко еще и от дефа здесь пострелять, понакидывать, дабы противник особо не уезжал, опять этот нагибаторский, ой боже, зачем я бомбу поставил, сейчас мне что-то глюкануло, я на секунду подумал, что я играю не на васпе, а на хорнете, такие моментики тоже бывают, когда ты постоянно играешь на одном корпусе, и тут уже, как говорится, по такому, наверное, какому-то мышлению уже у меня произошло такое движение руки, не знаю, с чем оно было связано, привычки определенно имеются, по игре на одном корпусе, и тут, как говорится, уже такие бывают моментики неприятные получаются, но вот сейчас меняем траекторию на центровую, и как же я сейчас неприятно стукнулся об эту стеночку, надеюсь, что наш тиммейт сейчас здесь разберется, но нет, вроде он там тоже уходит на респ, резкую смену траектории уже захотел сделать, скорость была большая, и так улететь мне не получилось в какой-то степени, неприятненько, конечно, уже 4 резиста от смоки в катке берут, нифига себе, заходил я в данный бой, был всего лишь, если не ошибаюсь, 1 резист, 1 резист был, 4 реза взятия смоки, у нас есть смоки в команде, у меня такое ощущение, что у нас смок вроде как бы не было, и это исключительно от моей одной смоки и 4 реза взяли, но это же много, я думаю, что это как-то, ну, даже, а, нет, есть у нас еще смоки, тогда ладно, тогда ладно, тогда не буду говорить, что это чисто от меня взяли, тогда отправляемся в атаку, безусловно, друзья, мы играем на победу, мы играем, главное, это у нас первое место плюс победка, пока все складывается довольно-таки неплохо, ну, и я надеюсь, что я сейчас здесь, ай, хотел быстро бомбочку поставить, но не получилось, увы, ях, не получилось, противник не увозит, это тоже хорошо, хорошо, что работают хантеры, хорошо, что ребята играют от дефа, и мне дают шанс захода в атаку, попытки каких-то увозов, при том раскладе, то, что не особо у меня тут сверх все это дело получается, но шанс дают мне, а это значит, что можно пробовать определенно дергать, и, конечно же, делаем попытку увоза по респу, но здесь хория жига с овером, с зажигательной смесью, и, конечно, такой дэмэдж наносит, что, дай бог каждому после такого выживать, не совсем приятненько, все это дело получается, поэтому попробуем, давайте еще раз сделать такую же самую атаку, по этому же самому флангу, и попытаемся залететь, надо как-то еще и овер здесь прожимать, я даже не знаю, где его лучше прожать, не совсем мне привычно играть на смоке в какой-то степени, при том раскладе, то, что еще и такое большое количество резистов от нее имеется, сами вы понимаете, что, ну, эффективность в какой-то степени тоже падает при таких моментах, когда от тебя берут резист, когда от тебя контрят, хотелось бы мне бы бомбочку здесь поставить, отлично, бомба есть еще и подбор есть, отлично, шикарно, бомба просто, унесла два танка противника, и сейчас было бы неплохо, если бы вот этот парень, ааа, он походу на мышке играет, и все видел, читал, ну, овердрайв, отлично, шикарно, молодец, реализация сейчас моего тиммейта была великолепная, если, по-моему, еще бы флаг бы подбирал, цены бы не было бы этому игроку, но, в общем и целом, все же он в момент неплохо реализовал в свою пользу, и, похоже, противник там до сих пор еще флаг не вернул, но вот этот, а, все-таки вернули, Вика Твинс мне, ну, жестко напрягает, прям очень дико, когда Твинс стреляет в бочину, в аспику, на не совсем устойчивой пушке, то есть, если бы я поиграл бы на какой-нибудь, надо добивать, на какой-нибудь бы жиге, фрезе, как бы, ну, это не так сильно бы чувствовалось, в какой-то степени, а может сейчас и не вернуть, а нет, возвращает, 58 секунд, я думаю, что стоит уже отыграть более аккуратно, при том, рассказывать то, что мы ведем, в какой-то степени, надо сейчас не пропустить здесь флаг, и задефать свою базу, противник ставит бомбы, и противник пытается еще и уехать на правую зону, и у него это, к слову-то, получается, это очень плохо, что у него это выходит, здесь будет сейчас тиммейт подбирать, нужно урон, нужно урон, нужно урон, есть возврат, шикарно, 30 секунд до конца, попытка увоза, еще одна, могла бы быть, но игрок тоже погибает, и первое место тоже у нас сохраняется, это очень неплохо, отрыв, конечно, у меня минимальный, от второго, может меня сейчас даже кто-то обгонит, но даже если я обгоню, то свои 6 звезд в данном бою я уже точно забираю, и это, безусловно, очень-очень даже хорошо на таком вооружении, при том раскладе то, что вы сами видите, какое количество резистов взяли от меня в данном бою, это достойно, определенно это достойно, то есть, когда я тебе беру 4 резиста от смоки, извините меня, но бывает это очень тяжеловато, при том раскладе то, что я играю без поджога, без каких-то там заморозок, то есть, с этими устройствами на смоку в какой-то степени, возможно, даже попроще, хоть и урон там поменьше, но я решил выбрать, сегодня такой более хард левел в какой-то степени, без дополнительных таких возможностей заморозки или поджога противника, с большим уроном, ну и за счет этого, безусловно, поиметь хотелось бы плюс какой-то, но пока что я поимел только крит ошибку, надеюсь, что сейчас меня полностью здесь не кританет, и в данный период времени мне не придется здесь обновляться, уж-то не особо мне хотелось бы прямо сейчас идти обновляться, нужно хотя бы вывести свою команду вперед, потом уже отправляться на какие-то перезаходы, открыт ошибок, и что противники особо не нагибаторы, смока, все так же, стойкатки, если не ошибаюсь, данный игрок там тоже играл на Александровске, ну да, нахуя Жига вообще очень странно себя ведет, если честно, но в какой-то степени все равно защищает свою базу, как бы мне не хотелось это говорить, но у меня не особо здесь получается что-то делать в атаке пока что, надеемся, что все-таки удастся мне здесь вытянуть, еще и арту берут, надо резист сменить, Жигу я видел, Гаусса не видел, но давайте возьмем вот так, пусть будет резист от риса, все-таки рельсу довольно-таки часто берут, и противник уже начинает возмущаться, что я играю на читах, ну это все-таки, а может и не на меня, ну дефолт, если честно, в последнее время очень большое количество игроков возмущается по этому поводу, говоря, что невозможно там убить, еще что-то пишут, но это все защитник, который дает довольно большое количество брони, и за счет этого довольно-таки спокойно можно нагибать какие-то определенные моментики, в свою пользу их реализовывать, это, конечно, хороший буст и плюс для тебя в определенных моментах, но пока что я вижу вас по смоку против, я не заметил только вот с каким устройством играет данный молодой человек, потому что у меня постоянно здесь игроки какие-то залагивают, либо у них тут криты, давайте я тоже пойду обновлюсь, потому что я не понимаю, что происходит, при том расходят то, что я еще и в минус упал, лучше момента быть не может, потому что обновляясь я очки здесь не потеряю, что-то кашель настиг меня снова, как только видеоролик записывает, так сразу кашель какой-то появляется, о, звук, конечно, шикарный был сейчас в начале катки на прогрузке, надеюсь, что больше такого звука не будет, ну и пора что-то делать, пора что-то реализовывать, уже три минуты боя прошло, до сих пор я не сделал ни одного увоза, да, по очкам, конечно, все неплохо, но мы играем на победочку и нам надо увозить, нам надо увозить, надеюсь, что здесь нету мин, мин здесь реально нету, ставим бомбу, шикарно, надо улетать, надо просто улетать, одного игрока забрал, шикарно, есть уже увоз по левому флангу, великолепно, все здесь складывается, и даже шафта никакого нету противника, никто здесь мне не может что-то противопоставить, как-то помешать, отлично, отличная реализация момента, интересный, конечно, здесь магнумовод против играет, не знаю, что он хотел сделать в этом моменте, думал он овер прожмет, но ничего он не прожал, наверное, его и так все устраивало, ну и наш тиммейт везет уже второй флаг, вот так вот быстро ставишь один, сразу делаешь конвейер, неплохо, и сейчас еще второй поставим, да, второй шикарно ставится, попробовать можно было бы еще один, наверное, увезти, устройство на поджог, да, на, из смоки, я зря подбирать начал флаг, надо было сначала откатиться, дабы бомба меня не взорвала, а потом уже делать подбор этого флага, но я решил сделать немножко по-опасному, и данная ситуация не разрешилась в мою пользу, противник берет смоку, боже ты мой, зачем вы берете смоки, я вообще в матчмейкинге довольно редко вижу данные пушки, а тут решил записать видеоролик, и смотрю, что постоянно игроки меняют, магнумы меняют на смоку, вы серьезно, смоку считаете за имбу, как только тогда, когда ее кто-то берет, а почему вы ее тогда не одеваете, тогда, когда, когда вы просто играете, то есть данный игрок вообще никогда бы не взял бы эту смоку, интересно, интересно, две минутки до конца, момент, можно реализовать еще один какой-нибудь интересный, и закончить эту катку максимально четко, в этом плане, и давайте, 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 давайте сейчас попробуем еще влететь, и улететь, вот так вот, наверное, как-то сделать надо, безусловно, нет, ну только не арта, только не арта, блин, это плюха, конечно, довольно жесткая была, не ожидал я ее получить, если честно, в какой-то степени, думал, немножко попроще будет, но вот так вот, не совсем приятненько получилось, но, ведем, нагибаем, вообще с легкостью, без особых проблем, противник вроде как и дефит, и сопротивляется, но ничего у него особо здесь не получается, если честно, еще и бомбу мою выключают, я думал, сейчас троих как заберу, вообще в один тайминг, и будет шикарно все сделано в этом плане, но, немножко не повезло, ну ладно, давайте попробуем еще один заходик сделать, по левому флангу здесь влетим, на данные жесткие у вас посмоки, давайте попробуем здесь еще понакидывать, немножко урона, опять этот подлый вулкан, овердрайва у меня нету, противник пытается уехать, это плохо, это плохо, хантер вообще не смотрит даже, он смотрит в другую сторону, без разницы, он просто, у него флаг уходит, а он смотрит в другую сторону, думает, ай ладно, я поехал в атаку, 28 секунд, наша команда ведет в плюс 2 флага, то, что у меня сзади флаг уходит, да пофиг, ничего страшного, я играю в матчмейкинг, я нагибаю, ну, в общем и целом, я могу констатировать, то, что данная катка заканчивается очень хорошо, очень бомбически, в какой-то степени, 10 секунд до конца, 400 очков опыта, почти в 2 раза больше, ну, если быть точным, где-то в 1.6, в 1.7 раз больше, чем у второго места, в моей команде, выигрываем, и вот так вот отлично заканчиваем 2 боя в захвате флага. Как вы, друзья, и просили не записывать у меня видосы по полчаса, я спрашивал у вас в одном из видеороликов оптимальное время видеоролика, вы примерно так и сказали, чтобы я записывал где-то в районе 15-20 минут пару каточек на определенном вооружении, поэтому, если вам, друзья, понравился данный видеоролик, если вам понравилось данное сочетание, вы хотите, чтобы подобных сочетаний было как можно больше, то есть, легких, таких быстрых, интересных, а не каких-то там мамонтов, там, никаких там медленных корпусов, да и вообще все те вооружения, которые вы хотели бы увидеть, вы, конечно же, оставляете в комментариях под данным видеороликом, где больше активность проявляется, если мне нравится это сочетание, безусловно, акцентирую внимание на нем, я забираю, выбираю, чекаю и записываю видеоролик, если мне так же, как и вам, хочется протестировать определенное интересное вооружение, как это было у нас с Hornet'а рикошетом, поэтому, вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравилось, то обязательно не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами велмастер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!